Да, Евровидение для меня и моей команды, для моей группы, это такой новый опыт совсем. Плюс я никогда в принципе не брала, не принимала участие в конкурсах, если не считать детские фортепианы. Поэтому это, конечно, такой вызов самой себе. То есть если я считаю, что моя музыка достойна просто так, то в принципе она должна быть достойной и на любом конкурсе. Как восприняли близкие ваши это решение? То есть советовали с кем-то? Или вот когда вы поняли, что я могу участвовать в Евровидении? На самом деле было так. Мой прекрасный менеджмент просто предложил мне принять участие. И в принципе, наверное, от моего решения, от моего интуитивного ощущения, нужно нам это или нет, зависело, будем ли мы принимать участие в отборе или нет. Я, честно говоря, подумала, что нам это не нужно, но нам это интересно. То есть не то, что не нужно. Евровидение – это очень крутой конкурс, у него есть своя культура, есть своя история. Они очень много внимания уделяют поклонникам и фанатам. Это то, что вот сейчас немного отмирает, потому что пришел интернет, да, и ты уже дома сам себе фанат, сам себе поклонник. А Евровидение собирает именно людей, которые поддерживают, голосуют, и это даже сейчас такой old school, да. Поэтому я считаю, что конкурс нам нужен для того, чтобы найти еще новых поклонников, потому что мы на самом деле такой слегка underground.